Владелец комбайна, аграрий, даже сидя дома в комфортных условиях на диване, может выйти в телефон, зайти в телефон и посмотреть всю информацию о комбайне. Сколько он работает, сколько в ожидании перегруза простоял, какие на нем настройки. И сделать выводы о том, правильно он работает или неправильно. Работа в поле перестает быть изнуряющей и переходит на высокотехнологичный уровень. С помощью пары клика в мобильном телефоне можно узнать не только, где находится комбайн, но и, например, какой у него расход топлива. Во время уборки урожая теперь не нужно объезжать тысячи гектаров для контроля за машинами. Экономия времени и повышение производительности – современный тренд сельскохозяйственной техники. Вот аппарат, который за сутки засевает 500 гектаров земли при минимальных потерях. Последние новинки аграрной науки представили сегодня на международной выставке «Юг Агро». Это первая очередь площадка для делового общения. Мы сегодня готовы максимально поддерживать любые зарубежные компании, которые желают инвестировать в Краснодарский край, размещать здесь свои производства, особенно вкладывать инвестиции в перерабатывающую промышленность и, конечно, давать возможность приобретения мировых технологий, мировой техники и перерабатывающих линий нашим сельхозтоваропроизводителям. И я вам желаю, чтобы на самом деле вы нашли друг друга, нашли партнеров и на самом деле уверенно смотрели в завтрашний день. Экспозиции «Юг Агро» настолько велики и объемны, что их, как Эрмитаж, невозможно обойти за один день. За годы своего существования выставка внесла немалый клад в развитие агропромышленного комплекса «Кубани». Наши аграрии заключают здесь контракты на приобретение оборудования, позволяющего продвинуть вперед их предприятия, нарастить объемы производства, повысить его эффективность. Почти три четверти договоров на поставку техники заключаются на «Юг Агро». За последние два года на «Кубани» произошло самое масштабное техническое переоснащение парка сельскохозяйственных машин. На это было потрачено больше 20 миллиардов рублей, в том числе и в виде субсидий предприятиям. Такой подход поразил даже полномочного посла Нидерландов в России, при том, что Голландия – одна из самых продвинутых аграрных стран Европы. И сейчас зарубежные компании стали активно сотрудничать с Краснодарским краем. «А как бизнес?» «Ну, в последние годы активно играть, санкции помогли очень». «Это уже не я говорю, это голландский бизнес». Иностранные компании давно облюбовали «Кубань», рассказывает Регине Джонс Босс Вениамин Кондратьев. Некоторые даже открыли здесь собственное производство. Например, компания «Класс» на 70% локализовала в Краснодаре выпуск сельхозтехники. «Здесь собраны все передовые технологии и мировая техника, мирового уровня. Вот она должна быть сегодня доступная для нашего сельхозпроизводителя. Самое главное, чтобы они могли не только это увидеть, но могли это и купить». Высокие технологии – не просто модное направление в сельском хозяйстве, но экономически выгодный шаг. Современные машины позволяют не только собирать больше урожая, но и уменьшают издержки на ремонт техники, что, соответственно, снижает себестоимость конечного продукта. Правда, есть и обратная сторона медали. «Две вещи здесь. Смысленная радость за то, что мы имеем такую технику. А с другой стороны, понимаете, мы же сегодня забираем рабочие места у селя. Вот здесь нам нужно думать, как его компенсировать, этот дефицит рабочих мест, параллельно с развитием вот этого вот технического парка сельхозмашин. «А какой это делать? Как сельхозмашин?» «Только одна. Один путь – это переработка. И тогда мы обеспечим компенсацию сегодня за счет того, что современная техника заходит. Рабочие руки, конечно, высвобождаются, но мы их задействуем на переработке всего того, чтобы вырастили и качественно собрали». Но вот что будем выращивать – тоже важный вопрос. На Кубани все еще высока зависимость в зарубежных семенах и саженцах. В этом случае не приходится говорить о полной гарантии продовольственной безопасности. К примеру, 99% семян свеклы для посадки – импортные. В Краснодарском крае намерены развивать собственную селекцию и поддерживать местных производителей. «Как себя чувствуете сегодня, в принципе, в рамках сегодняшнего дня, конкуренции? Ваше видение?» «В принципе, мы рады конкуренции, нормальной, здоровой конкуренции на рынке. Единственное, что нам немножко не очень нравится – то, что на нашем российском рынке много пиратских копий наших гибридов, сортов. Это да, вот это нам не очень нравится». «Коллеги, вы даже все вместе с этим бороться? Все вместе?» «Мы стараемся, всеми…» «А мы вас готовы поддержать, но на самом деле создать такие условия, при которых то, о чем вы говорите, явно уже искренительно ушло с рынка. Иначе, на самом деле, без здоровой конкуренции мы не сможем достичь тех результатов, которые без собой стоят». «Да, мы только за здоровую конкуренцию. Поле нас рассудит. Фермер выберет тот материал, который ему по душе». «Золотые слова! Золотые слова! Спасибо вам!» Для фермеров и всех желающих международная сельскохозяйственная выставка «Юкагра» в Краснодаре будет работать до 1 декабря. Можно не только посмотреть на современные комбайны и тракторы, но и узнать что-то новое на лекциях и мастер-классах. Деловая программа рассчитана почти на 70 часов. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.